Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о температуре брожения вина. На что она влияет и почему вообще она важна? Первое. Конечно, температура брожения вина на самом деле один из очень важных факторов, может быть даже и важнейших в виноделии. На что она влияет? На скорость и качество протекания многих процессов, которые происходят в вине. Она влияет на то, какие вещества будут выделяться, она влияет на скорость окислительных процессов, она влияет на жизнедеятельность дрожжей, в том числе и то, как быстро они сбраживают, как они живут в сусли, хорошо им там или не очень. То есть на самом деле температура это фактор очень важный. Но прежде чем мы начнем детально разбираться с влиянием температуры, следует отметить вот что. Мы, домашние виноделы, к сожалению, не всегда имеем возможность повлиять на температуру. Потому что у нас может не быть специального помещения, специального оборудования. Мы все равно зависимы от внешних факторов, от температуры окружающей среды. И если, например, прохладно, то подогреть что-то бывает проще. А вот охладить гораздо сложнее. Поэтому сейчас мы получаем информацию, как и на что мы можем повлиять. А дальше смотрим наши возможности. Можем на что-то повлиять? Ну, замечательно. Не можем, значит, расслабляемся и получаем удовольствие. В любом случае вино у вас получится. Да, может быть не такое эталонное, как оно должно было бы быть. Ну и что, все равно это вино, это ваше вино. А теперь переходим к влиянию этой самой температуры. И сначала мы с вами разбираем общие принципы, а потом переходим к частности. Итак, первое. Слишком высокая температура – это плохо. Она влияет на жизнедеятельность дрожжей, вплоть до того, что она может их убивать и брожение будет останавливаться. И, в принципе, слишком высокая температура может остановить брожение. И чем больше спирта будет в сусле уже, тем влияние вот этих высоких температур будет более значительным. И чем больше изначально сахаристы сусла, тем вот это влияние высоких температур будет более значительным. Какая же эта температура, ну, как бы максимальная? На самом деле, вот точных-точных данных, к сожалению, нет. Отмечаю, что уже при температуре плюс 30, иногда даже несколько ниже, идет угнетание жизнедеятельности дрожжей. При этом, напомню, влияет количество спирта, количество изначального сахара и отсутствие кислорода. То есть, если бы кислород был, и высокая температура дрожжам было бы несколько легче. Но чем больше они закрыты, чем больше они находятся в анаэробиозе, то есть в отсутствии кислорода, тем влияние температур высоких будет более значительно. И здесь нам очень важно учитывать следующий момент. Мы говорим не о температуре окружающей среды, а о температуре сусла. Брожение и вообще жизнедеятельность дрожжей – это процесс экзотермический. Он идет с выделением тепла. И поэтому у вас снаружи может быть так тепленько, а там у дрожжей будет еще гораздо теплее. Может быть, обращали внимание, если вы ставите сбраживать вино на миске, ну это еще не вино, а сусла, а в больших емкостях, когда вы открываете крышку, чтобы перемешать мезгу, вы можете почувствовать это тепло. То есть там идет достаточно сильный разогрев. И поэтому нам важна именно та температура, а не та, что снаружи. Следовательно, чем меньше емкости, в которых мы сбраживаем, тем теплообмен с окружающей средой происходит интенсивнее, и там разогрев будет меньше. Чем у нас емкость больше, тем вот этот разогрев будет больше. И там уже надо мерять. Как говорится, у вас 25 может быть снаружи, а там может быть 30 и больше. То есть уже надо измерять, смотреть, ну и тогда думать, нужно ли что-то предпринимать. Но это мы с вами говорили про повышение температуры брожения. При снижении температуры брожения у нас усиливается выделение высокоароматичных веществ и усиливается развитие букета. Но очень важно понимать, что для всего процесса брожения и для жизнедеятельности дрожжей очень важна постоянная температура. Я уже показывала пример, я не буду его вставлять в этот ролик, потому что может быть слишком длинно. Кто захочет, я оставлю ссылку на то видео, чтобы вы посмотрели. На определенном этапе, когда у нас процесс брожения уже подходит к концу, даже небольшие перепады температур могут критически влиять на те процессы, которые у нас происходят в вине. И возможно, что вы сами замечали, что на определенных этапах брожения, особенно если вы используете чувствительные гидрозатворы, гидрозатворы по типу сообщающихся сосудов, да иногда даже на перчатке это можно заметить. Прохладная ночь, утро прохладное, затвор может разворачиваться в обратную сторону, перчатка может втягиваться внутрь. Наступает день, появляется солнышко, температура в помещении поднимается, поднимается перчатка, либо начинает работать затвор. Я думаю, что на самом деле многие это наблюдали. Так вот, очень важна постоянная температура. И даже то, о чем мы с вами говорили, высокие температуры, даже их дрожжи в некоторых случаях могут прекрасно переносить. И выше 30, и чуть ли не до 40 есть случаи, когда дрожжи работают при этих температурах. Но это должны быть стабильные температуры. Любой перепад будет достаточно критичным. Особенно, особенно на более поздних этапах брожения. Еще пару закономерностей. Чем выше температура, тем скорость брожения больше. Спиртуозность ниже. Потому что когда высокие температуры, часть спирта может испаряться. И несмотря на то, что брожение может идти очень интенсивно при более высоких температурах, все-таки оно может завершиться с остаточным сахаром. Это не исключено. И наоборот, чем ниже температура брожения, тем спиртуозность может быть выше. Ну, тут все понятно, да? Потому что спирт меньше испаряется при низких температурах. Также температура при брожении влияет на экстракцию. То есть извлечение различных веществ из твердых частиц винограда. И вот здесь нам нужно вспоминать технологии. Так, например, технология красного виноделия. Когда мы сбраживаем сусло на мезге, то есть на твердых частях винограда, она как раз-таки и подразумевает максимальное извлечение различных красящих, минеральных, дубильных веществ, всего-всего. Но здесь нам, конечно же, надо помнить и цели винодела. Потому что не все мы любим красные вина, такие вот ядреные-ядреные, да? Кто-то любит более легкие. И вот здесь температура – это ваш инструмент в достижении той цели, к которой вы хотите прийти. Итак, поскольку высокие температуры влияют на экстрактивность, то и понятно, что сбраживание красных вин подразумевает более высокие температуры, чем сбраживание и приготовление белых вин, либо розовых. И, к примеру, если мы будем сбраживать красный виноград на красное вино при температуре 15-20 градусов, то мы получим слабо окрашенное вино, слабо экстрактивное, ну и, скажем так, нетипичное, впрочем, дело вкуса. Напомню, вы делаете вино под свой вкус. Соответственно, если вы любите тонкие, легкие вина, вот вам руководство к действию. Ну а теперь я вам уже привожу примеры из литературы, где проводились опыты на конкретных сортах. Так, при сбраживании Каберне-Савиньон и Саперави, двух разных сортов, при температуре 20-25, Каберне-Савиньон получался достаточно хорошо окрашенным, достаточно экстрактивным, при выдержке развивал приятные фиалковые ароматы, и, в общем-то, дегустационная оценка такого вина была очень высокой. А Саперави, сброженный при той же температуре, не достигал максимальных показателей в плане окраски и в плане вкуса ароматических качеств. При сбраживании этих же сортов при температуре 25-30, Саперави идеально развивал все свои качества. Каберне, да, был там высокоэкстрактивным, да, высокоокрашенным, но не настолько мягким и приятным, как сброженный при температуре 20-25. И также в литературе есть данные о том, что при спонтанном брожении в некоторых случаях температура может достигать и 35-37 градусов. Ну, то, о чем я вам говорила, что внутри сусло разогревается. И вина из Саперави при таких температурах получались слишком тяжелые, слишком экстрактивные, слишком плотные и очень-очень грубые. Сейчас вы можете мне припомнить мои же слова, да, что уже при температуре 30 градусов брожение может замедляться. Ну, напомню, именно тогда же я вам и говорила о том, что очень важно постоянствовать температуру. То есть в некоторых случаях некоторые дрожи вполне могут жить и при таких температурах, главное, чтобы они были постоянные. Так вот, да, при высоких температурах получается слишком видно. И вот тут можно передать привет любителям добавления воды в сусло, чтобы вино не получилось слишком тяжелым. На самом деле у вас есть множество инструментов для того, чтобы сделать вино не слишком тяжелым. И это не вода. Температура один из этих инструментов. Ну, а других я рассказывала в других видео. Ну, а мы с вами переходим к белым и розовым винам. Напомню, цель белых и розовых вин несколько другая. Им не надо вот эта вот максимальная экстракция, максимальная окраска, максимальная вот эта тонинность. Нет. Это должны быть тонкие, легкие вина. И поэтому температура для них тоже гораздо ниже. А некоторые авторы считают, что оптимальная температура это 20 градусов. Кроме того, 20 градусов это оптимальная температура для протекания яблочно-молочного брожения, которое снижает кислотность. Но здесь следует напомнить, что для белых вин яблочно-молочное брожение нужно далеко не всегда. И далеко не всегда, и не везде, и не во всех регионах его используют. Также следует отметить, что холодный виноград будет забраживать медленно и бродить тоже медленнее по сравнению с более высокими температурами. Но при этом деятельность окислительных ферментов и влияние окисления при низких температурах будет гораздо ниже. И поэтому рекомендуют, например, белый виноград при производстве белых вин охлаждать, либо снимают его рано-рано утром, прессуют холодный и тогда ставят на брожение. Потому что именно при таких низких температурах окисление будет минимальным. А с одной стороны я вам назвала как бы оптиму для белых розовых 20 градусов. Но на самом деле можно сбраживать и при более холодных температурах. Все зависит от возможностей раз, ну и разные винодельни, разные виноделы применяют разные подходы. Так, например, в США используют такой технологии. 16 дней сбраживают при температуре плюс 4, а потом еще 16 дней при температуре 10-12. Напомню, низкие температуры это максимальное выделение именно тонких ароматических веществ. Вино бродит, точнее сусло, достаточно спокойно, медленно и спиртуозность таких вин выше. Но при этом считается, что вот при таких низких температурах могут бродить только специальные креофильные дрожжи. И если посмотреть, во всяком случае, многие культурные дрожжи, которые сейчас есть в продаже, я иногда там кое-что просматриваю, то, как правило, у них идет температура от плюс 10. Но на самом деле не знаю уже, где как выделять эти креофильные дрожжи, да, те, которые любят холод. Но я своими глазами вижу, что мои дикие дрожжи прекрасно бродят при холодных температурах. Кратенько показываю. Светлое вино. Видно, брожение идет, конечно, уже не столь интенсивно, потому что уже достаточно по времени оно стоит. Но если посмотрим в бутыль, там еще и пены, в общем-то, тоже достаточно. А вот температура в этом помещении, ну, где-то между 6 и 8. Во всяком случае, она ниже 10 градусов. И вот здесь тоже, конкретно в этой бутыле, брожение еще идет. Правда, здесь уже на завершающих стадиях. Ну, вот в соседней тоже видно, да, что еще вполне хорошее давление углекислого газа. Это у меня была неотапливаемая веранда. А ввиду того, что на улице сейчас холодно, по ночам иногда и заморозки приходят, то вот у меня есть возможность поддерживать такие низкие температуры. Для чего я держу это вино при таких низких температурах? Дело в том, что это вино в дальнейшем, точнее, сусло пойдет на приготовление пятнатов, на приготовление игристых вин. И поскольку дображивать в бутылке оно будет на своих дрожжах и на тех остаточных сахарах, которые там остались, а я где-то чего-то не успеваю, то мне надо максимально брожение замедлить, чтобы я успела его залить в бутылке, когда еще есть остаточный сахар. Во-вторых, игристым вином тоже надо, на самом деле, бродить при температуре градусов 10-12. Тогда у них будет более устойчивая пена и более мелкий пузырек. Такая пена более приятна. И поэтому, грубо говоря, я приучаю своих дрожжей к холоду. Вот они там у меня мерзнут, но, как видите, при этом достаточно хорошо работают. Плюс там мускат стоит, вот одна из банок, там зигиреба. Зигиреба сорт высокоароматный, вот он специально там стоит на холоде. Более того, я еще пробую, использую там технологию астиаспуманта, технологию биологического азотопонижения, еще периодически его снимаю с осадка. Вот так мучаю свои сусла. Но, смотрите, в производстве, на самом деле, такие низкие температуры используют крайне редко. Я вам рассказывала, что есть такая технология в США, но в промышленности она очень высокозатратна, потому что, ну, это надо какие-то холодильники как-то охлаждать, поэтому вот часто используют порядка 20 градусов. И если нам нужно яблочно-молочное брожение, чтобы сделать кислоту более мягкой, более приятной, то, конечно, оптимум по пределу 20 градусов. И напоследок напоминаю, что очень важно, это постоянство температуры. И, например, переход из более холодного в более теплое дрожжи переживут гораздо проще, чем переход из более теплого в более холодное. Но, опять же, в разумных пределах. Если мы там из температуры 10-15 перенесли в температуру 20, это одно. Если мы перенесли в температуру 30, особенно на завершающих стадиях брожения, то там уже может быть и остановка этого процесса. Этот момент вы максимально должны учесть. Ну, и, конечно же, учитывайте ваши возможности. Конечно, нужно стараться максимально поддерживать оптимальные температуры и постоянные температуры, насколько это возможно. Но если вдруг невозможно, значит, работаем с тем, что есть. И еще расскажу вам маленький пример из лично своей практики. Ну, я думаю, что многие из вас с этим тоже могут столкнуться. Когда мы ставим вино, в принципе, еще, ну, скажем так, достаточно тепло. В прошлом году, значит, одну бопель я поставила. Она достаточно долго стояла на даче. Уже пришли холода. В принципе, по всем временам там уже все должно было завершиться. Все брожения, затвор выровнялся или даже развернулся в обратную сторону. Поверхность сусла гладкая. Все брожение закончилось. Я перевезла эту бутыль домой, в квартиру при температуре 20 градусов. Ну, поставила в прихожей. Через некоторое время, и знаете какое? Наверное, может быть, месяц или полтора. Я заметила какие-то, ну, что-то белое на поверхности сусла. Такие вот маленькие, как монетки, штучки. И я подумала, что с моим вино что-то не так, что-то плохо. Оно, правда, стояло еще под затвором. Да, затвор немножечко показывал, что что-то там происходит. А поскольку это еще стояло в темной прихожей, то было не совсем понятно, что это за пузырьки. Потом, при детальном рассмотрении, я поняла, это пузырьки от спиртового брожения. То есть, где-то остались последние сахара, которые из-за холода не смогли нормально израсходоваться дрожжами. И вот через некоторое время в теплом помещении брожение возобновилось. И произошло это не через день, не через два, не через три. И, конечно, вы мне можете сказать, а, так надо было замерить остаточный сахар. К сожалению, в этом году я убедилась, но, наверное, об этом буду рассказывать в другом видео, что все наши приборы, которые нам доступны, не всегда правильно показывают этот самый остаточный сахар. К нашему большому сожалению. Поэтому маленький совет. Не спешим. Сколько можем, держим под затворами. Либо, если мы там переливаем, не закрывайте плотно. Либо ходите, иногда проверяйте пробки и что еще происходит с вашим суслом. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда. Мои контакты, а также ссылка на другие полезные видео по винодели. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok